Для вас выступает Баратов Усман Аграмович. Дорогие мехицы, сегодня мы отмечаем 71-го годовщину великой победы над нацизмом наших отцов, дедов. Это не просто нацизм, это ужасная война была. Наша страна, Советский Союз, воевала практически после всей Европы. Вспомним, какие страны воевали, помимо Германии. Основополучники фашизма – Италия, Финляндия, Астрия, Венгрия, Румыния и наши братцы славянь – Болгария. Но почему мы победили этот нацизм? Потому что Советский Союз был единым. У нас не было, в отличие от нацистско-фашистской идеологии, разделения по расовому признаку, по этническому признаку. Людей на 1-го, 2-го срока. Вот в этом закладывалась наша великая победа. Немец стоял тут недалеко от Кашири. Но боевой дух наш не сломлен был. И наши предки откинули и взяли это логово фашизма. Отмечая 71-го годовщину, я хочу напомнить, что в 15 республиках нашей братской воевала и Узбекистан. Цифры приведу. С Узбекистана ушли на фронт около 1,5 миллиона человек. Погибли и пропали без вести полумиллиона человек. Из вернувших миллионов, половины вернулись инвалидами. Для сравнения, Соединенные Штаты Америки потеряли во второй мировой войны 400 тысяч человек приблизительно. Великобритания тоже 400 тысяч. Узбекистан 500 тысяч почти. Вот какой вклад у нас был в Узбекистане. А как воевали, я могу сказать только на примеры знаменитой гвардейской 8-й подфиловской дивизии. Она формировала Средняя Азия. Иван Панфилов был военным комиссаром Киргизии. Как они воевали, все вы с детства все знаете. Поздравляю вас с 71-й годовщиной. И давайте произнесем трижды слова. Мы россияне, мы непобедимы. Дети, взрослые, давайте трижды. Мы россияне, мы непобедимы. Мы россияне, мы непобедимы. Мы россияне, мы непобедимы. И трижды ура нашим предкам. Ура! 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 Спасибо. Слово предоставляется подполковнику медицинской службы Ахмадолину Олегу Александровичу.